Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Ирина Кузина и это программа «Тема дня». Всероссийская конференция по клеточному пушному звероводству прошла в Твери. Перспективы развития отрасли звероводства, российский опыт, практика работы в условиях международных санкций. Это была основная тема конференции, которая уже проходит и завершилась в 22-й раз на территории Тверской области. Сегодня к нам в студию подвести итоги этой замечательной встречи пришли дорогие и уважаемые гости. Я, позвольте, их прямо сейчас, дорогие телезрители, вам представлю. С нами сегодня директор зверохозяйства Мир Мириной, председатель Национальной ассоциации звероводов Владимир Юрьевич Бозов. Я очень рада, что вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию. Спасибо, что позвали. Сегодня с нами Надежда Александровна Зубкова, исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов. Да, спасибо. Здравствуйте. Сегодня пришла к нам в студию Вера Владимировна Тихомирова, начальник зоовец службы зверохозяйства Знаменская Тверской области. Спасибо. И сегодня к нам приехал из Ставропольского края директор зверохозяйства «Лесные ключи» Мухаддин Абдулович Хапсироков. Спасибо. Ну, замечательная компания сегодня собралась. И первое мое слово будет все-таки к вам, Владимир Юрьевич, потому что вы, во-первых, принимающая страна, вы президент ассоциации такого большого сообщества. Расскажите, пожалуйста, как вам так удалось собрать всех вместе? Насколько я знаю, что 13 представителей было со всех регионов или больше? 13 регионов. Да. Было 13 регионов у нас в этот раз. Мы собираемся ежегодно. Это уже 22-я конференция. Единственный раз мы пропустили в пандемийный 2020 год. А так мы ежегодно собираемся. Собираемся в разных местах нашей страны. Основное место сбора, так у нас был исторический Калининград, город Светлогорск. Мы бывали и в Ленинградской области, и в Московской области, и в Татарстане, и в Ставропольском крае. Ну, вот и в Тверской области. Мы не остановились. Почему? Мы в прошлом году, в этом году... Ну, в этот раз-то тоже здесь. Да. В этот раз здесь. Где будем на следующий раз, мы еще решим позже. Целью всех наших этих мероприятий является продвижение звероводства, общение между нами, звероводами, с тем, чтобы повысить уровень наших знаний, поделиться опытом. Где-то нужно и разговор с властями составить, поэтому мы зовем и региональных, и федеральных чиновников. В основном это Минсельхоз, наши любимые министерства сельского хозяйства. Ну, и также региональные власти. У людей всегда много вопросов, много тем, которые хотелось бы осветить в разных областях. И в экономике, и в ветеринарной области, и в теме господдержки, и так далее. Ну, а мы об этом еще чуть более подробно в течение всей нашей программы поговорим. А я вот хотела бы сказать, вот какой момент. Значит, мне повезло. Я была и на практических занятиях, и видела, как вы работаете на пленарном заседании. И мне хотелось бы, чтобы вот эту всю информацию рассказали нашим телезрителям. Вот как строится сама программа. Наверное, Надежда Александровна, вам передам слово. Спасибо. Ну, Владимир, продолжу, что начал говорить Владимир Юрьевич. Да, что наша конференция была прервана всего за последние 20 лет один раз в связи с пандемией. Так, конечно, вот это наше сообщество существует вот уже более 20 лет. Мы все очень организованы. Все регионы принимают участие. Это очень важно для нас. Учитывая вот эти новые времена, в которых мы живем последние 20 лет и 30, нас объединяет то, что общие проблемы, общие вопросы. И мы не скрываем друг от друга никаких коммерческих тайн. Мы открыты всем. И поэтому, наверное, все с удовольствием приезжают на это мероприятие и обсуждаем все вопросы. И те, кто к нам приходят послушать и посмотреть, как мы работаем, всегда удивляются, что мы открыты для общения и открыты технологически. И, пожалуйста, поэтому все к нам с удовольствием приезжают. Вера Владимировна, когда мы готовили репортаж, как раз мы были на экскурсии на зверохозяйстве Мермерины. Вы сказали, что очень часто смотрите как бы в практическую плоскость. И на одном из таких мероприятий нам с вами довелось поговорить. И вот что вас больше всего заинтересовало? Я понимаю, что вы, если говорите о том, что перенимаете опыт, то в чем конкретно? А во всем. То есть пока мы ходим по зверохозяйству, мы смотрим все. Нам показывают все области для всех специалистов, которые присутствуют на экскурсии, так это назовем. И поэтому каждый смотрит свое. Я как зоотехник, как начальник зооведслужбы, естественно, смотрю, чем кормят, как кормят, какие звери получились и сравниваю со своими. И если меня что-то очень сильно заинтересовало, узкое, я подхожу либо к главному зоотехнику, либо к главному врачу и уточняю тонкости, какие я могу для себя взять. И каждый раз, когда мы приезжаем туда, мы находим что-то новое. То, что Мермерины передовое хозяйство на сегодня, это однозначно. То, что они все новое внедряют, это очень хорошо. У нас не все получается, но что можно у них перенять, мы обязательно перенимаем. А вот для Ставропольского края на сегодняшний день чем была интересна Тверская область? Любое посещение любого хозяйства, она обогащает тех руководителей, которые приехали и смотрят. В любом случае в самом плохом хозяйстве можно найти положительные моменты. А тем более в передовых хозяйствах там столько много новшества. Так что очень интересная была встреча и очень полезная она, и для нас особенно. Ну, я так думаю, что Мермерины и Сабатева два, наверное, лучших хозяйств России, которые остались на сегодня. Поэтому есть что посмотреть, есть что перенять и пожелать им удачи в дальнейшем. Владимир Георгиевич, а как вам так удается в таких непростых условиях держать марку? А вот знаете, мы несколько лет назад проводили подобное мероприятие в Ставропольском крае. И так же ходили у Махадина Абдуловича по ферме. И что бросилось в глаза, это вот чистота, порядок, отмытые, очищенные после сезона оборудование. И я своим, прямо вот, кто был со мной вместе, прямо вот носом их ткнул, вот смотрите, как нужно. Да. То есть в любом хозяйстве можно что-то найти, подчеркнуть для себя. Вот. Из отношений к делу. У всех, конечно, условия разные. И финансовые условия, и погодные условия. У всех разные. Но то, что мы часто встречаемся, общаемся. Мы в Калининград также приезжаем. Мы тоже. Эта традиция еще в Калининграде заложилась. Ездить по зверохозяйствам. Ездить. Когда-то, конечно, Калининград просто нас поражал своей продвинутостью в передовых технологиях. Там были самые крупные в России хозяйства. Там все было на голову выше и лучше, чем у нас. И мы туда ездили и учились у них. Ну и, видимо, научились. Потом через Калининград, опять же, мы зашли в Европу. То есть, они нас вывезли и в Польшу, и в Данию, и в Голландию. Поэтому на выставки, на крупнейшие мировые выставки в области звероводства мы ездили через Калининград или из Калининграда. То есть, мы прилетали в Калининград, там группа формировалась, и мы ехали. Поэтому наше общение, оно уже очень давнее. И это уже превратилось в реальную традицию. И я считаю, что успехи многих из нас именно в этом. потому что тебе дают возможность увидеть передовой опыт. И дальше уже весь вопрос в том, что ты увидел, как ты это понял, и как ты это смог в своей голове переработать, и что из этого ты привнес на свое предприятие. Поэтому вот так нас мало, но мы в тельняшках. Это правильно. А у нас небольшая пауза, перерыв на небольшую рекламу. Встретимся через несколько минут в этой же студии, в программе «Тема дня». Дорогие друзья, мы снова в программе «Тема дня» на телеканале «Тверской проспект. Регион». С вами Ирина Кузина. И тема нашей программы сегодня – итоги Всероссийской конференции по клеточному пушному звероводству. Мы закончили наш разговор о том, каких сегодня результатов в новых условиях экономических добиваются и тверские звероводы, и те, кто к нам приехали. И я хотела бы продолжить наш разговор. Вот как удалось, вы говорили о том, что, Владимир Юрьевич, вы выходили на другие просторы, за рубеж. А как сегодня складывается ваша деятельность? Ну, сегодня... Все ведь изменилось. Ну, изменилось не все, но многое. Мы постепенно стали интегрированы в общую экономику и в общую, скажем так, звероводческую технологию. Потому что система сортировки шкурок, система первичной обработки шкурок, шеды, в которых находятся звери, шеды, клетки, оборудование на кормоцехах, оборудование для раздачи корма, паение, первичная обработка. Все это практически одинаковое. И если вы приедете, допустим, куда-нибудь в Польшу, в Европу, в Данию, в Дании уже нет звероводства, в Голландии, вы даже не сразу поймете, где вы находитесь. Потому что у нас практически все одинаковое. Мы шеды строим одинаково, что там, что здесь. Они тоже ездят к нам. И датчане до недавнего времени тоже ездили к нам. И поляки ездили к нам. И вот наша конференция, она в этом году называется всероссийская. А до этого она у нас называлась международной. У нас до 10 иностранных государств присутствовало на наших собраниях. И сейчас что-то изменилось. Конечно, стало тяжело. Связи какие-то нарушились. Но самая большая проблема для нас сейчас, то, что упал интерес к нашей продукции. Такое постоянно, периодически случалось. Мы очень зависимы от экономического благополучия во всем мире. В Китае, в России, в Европе. Везде, где страны имеют какое-то отношение к производству или переработке пушно-мехового сырья. Вы подводите определенные итоги работы. Вот можете поделиться об этом, рассказать нашим телезрителям? Ну, сезон еще не закрыт. Это как раз полсезона. Мы собираемся в то время, когда мы получили щенков. Мы получили приплод. И вот мы все уже приехали с готовыми результатами. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Вот здесь мы как раз разговариваем друг с другом, что у тебя получилось при получении приплода. Сколько у нас будет шкурок выращено на забой, когда мы получать будем шкурку. И вот здесь мы уже как бы задним числом начинаем смотреть, какие у нас были ошибки или какой у нас был прогресс. Мы друг с другом общаемся и чуть-чуть корректируем свою деятельность. А дальше у нас идет тоже большой-большой процесс уже по выращиванию этих щенков и получить хорошую, густую, пушистую, красивую шкурку. Основная задача, мы занимаемся животноводством. Мы выращиваем пушных зверей. И вот это 90 с лишним процентов наших трудовых усилий. А все остальное, это дальше уже следующие звенья нашего мехового бизнеса. Но вы как едро идете. Знаете, наверное, да. Если мы производим сырье, то все начинается с нас. Не будет сырья, не будет выделки, не будет пошива, не будет меховых магазинов. Вы еще говорите о том, что на примере своего заверховозяйства а мы еще хотим просто в целом посмотреть, какая ситуация сейчас по России. И вы как председатель национальной ассоциации пригласили на конференцию представителей и законодательной, и исполнительной ветви власти. То есть всех тех, кто должны вам помогать. Так как вот сегодня, сейчас чувствует себя отрасль в сегодняшних условиях. Кто на вашей стороне? И есть ли такие области, в которых хотя бы просто пусть власти не мешает? Вот как мы себя чувствуем сейчас? На нашей стороне практически все. И федеральный минсельхоз, я уж не говорю о нашем региональном минсельхозе, и губернатор на нашей стороне, и даже президент на нашей стороне. Только Минфин не на нашей стороне. Поэтому, как вам сказать. А ситуация, она сложная. Она сложная тем, что экономическая составляющая очень важна для нас. Если в обществе тревога, если средний класс не может себе позволить приобрести меха, а ведь меха это не предмет первой необходимости, это даже не второй, не третий, наверное, не десятой необходимости. То есть для этого должна быть стабильная, размеренная экономическая жизнь с хорошим взглядом в будущее, с уверенностью в будущем. Тогда, да, тогда люди тратят не только на еду и все первое необходимое, там, ЖКХ и так далее. Они еще могут себе позволить заработать на то, чтобы ходить в красивой, модной, теплой, экологически чистой одежде. А когда что-то меняется в стране и в мире, мы тут же страдаем. Мы это всегда замечаем. Для вас это чувствительно? Периодически это все бывает. Иногда бывает чуть-чуть, иногда, как сейчас, очень сильно ударило. Тема нашего семинара – это как раз вот этот вопрос переориентации нашей продукции, так как мы были, ну, мы и остаемся экспортно-направленными предприятиями, и основная продукция у нас продавалась на внешних рынках, на крупнейших аукционах, как это Дания и Хельсинки. А теперь остались мы. Теперь остался наш рынок. И не имея сегодня возможности работать пока вот в данной ситуации, будем говорить о сегодняшнем моменте, как бы традиционно отправлять это все на экспорт, у нас сегодня и стояла задача на семинаре определить, да, мы сегодня произвели, ну, как сказать, получили неплохие результаты, но нужно знать, кому нужна эта сегодня продукция. Да, и где ее реализовать, на какой площадке. И мы сегодня вот очень много говорили о том, что нужно возродить нашу традиционную, в этом году было 90 лет, нашей старейшей торговой организации «Союз Пушнина», которая находится в Санкт-Петербурге, и вернуть ее, будем говорить, к тому статусу, который она занимала раньше, как международный аукцион. Ведущий. Ведущий, ведущий был аукцион, да. И вот мы видим перспективу только внутреннего сегодня рынка. Завоевать российского покупателя, ну, как бы я имею в виду в общем. Да, да, то есть вот утраченные, так сказать, позиции вернуть, и может быть даже если у нас сложатся все, ну, будем говорить, технологические вопросы, если у нас все закроются, «Союз Пушнины», я даже не сомневаюсь, что, может быть, тот же «Евросоюз», где еще остались островки звероводства, если это так можно назвать, они могут прийти на наш аукцион. И, в общем-то, поэтому вот в этом мы и видим свою перспективу реализации продукции. Потому что производить в никуда, вы понимаете, да, никто не будет производить то, что никому нет потребности ни в чем. Поэтому у нас вот была основная задача сейчас проговорить вот этот вопрос работы на внутреннем рынке. Если, конечно, к нам приедут с внешнего рынка, мы тоже им продадим, пожалуйста, пусть покупают. Но приедут, пусть к нам. Ну, конечно, да, но надо еще понимать, что внешнеэкономическая деятельность сейчас немножко перевернулась, кроме того, что она усложнилась логистически. Но еще же есть изменившийся курс валюты. И сейчас продавать на экспорт стало совершенно невыгодно. Кроме того, что на каждом аукционе мировые цены на 15-20% шагают вниз. И курс очень невыгодный для продажи, для экспортеров, для импортеров он выгодный. Поэтому мы сейчас оказываемся в такой ситуации, что наша себестоимость рублевая, она стала неконкурентоспособной. Потому что мировые цены падают, и даже нашим производителям меховых изделий им получается гораздо выгоднее купить эту дешевую валюту и приобрести там относительно нас гораздо дешевле. То есть вот так вот перевернулось все. У нас сейчас идут активные действия, не только переговоры, а уже мы физически работаем в Союз Пушниной. В принципе, позицию на 90% даже, может быть, с лишним уже выработали. И уже есть предприятия, которые готовы участвовать в продаже в Санкт-Петербурге. Когда говорится о качестве, что самое главное? Какой должен быть мех? И какие виды меха для России характерны? Ну, основные производители, которые занимаются выращиванием норки, основного, как его, вида меха, который мы получаем от них, они, ну, по голове сидят уже, ну, как, скандинавского типа, коротколосная, она, как его, конкурентоспособная, и продается не хуже, чем шкурки, которые производятся в Европе. Поэтому качество тут, как его, я так думаю, оно отработанное в наших хозяйствах. Единственное, вот проблема в том, что курс рубля, он ушел непонятно куда, и поэтому сейчас большой выгоды нет продавать, конечно, на экспорт. А мы каждое из хозяйств вложили и в технологии, и в новые первичные обработки меха, и вложили хорошие деньги в свое время. Кто-то вложил где-то около миллиона евро, потому что требования аукциона были такие, чтобы изменить технологии первичной обработки пушнины. И вот сейчас стоит вопрос, конечно, диалемость стоит такая, и надежда на то, что союз пушнина возьмет на себя эту функцию полностью и по сортировке, и по привлечению покупателей, и по продажам. Ну, тем не менее, что у нас хорошие звери сидят, их надо сейчас очень правильно и очень хорошо накормить. Для того, чтобы шкурка была крупная, чтобы волсяной покров был густой, чтобы она была шелковистая, чтобы она была правильного оттенка, чтобы на ней не было нежелательных там никаких пятен, чтобы она была чистая. И для того, чтобы получить эту шкурку, вот сейчас мы как раз должны работать с первого июля, грубо говоря, и до забоя, это где-то будет конец ноября, вот на получение этой хорошей шкурки. Потому что зоотехническая составляющая в получении хорошей шкурки очень высокая. Как потопаешь, так и полопаешь. Чем накормишь, такую шкурку и получишь. И для нас важно задать правильные компоненты. Мы составляем рационы с учетом получения зверем белка, жира, углеводов. То есть, когда мы смотрим на рационы в больницах, они отдыхают. Наши рационы мы очень блюдем, чтобы там все было нормально. Большая составляющая в витаминах. То есть, все витамины тоже должны быть добавлены зверю в том количестве, в котором нужно. А не просто так хорошей шкуркой не получится. И это совершенно точно. Норка, как уже сказали, это основной вид. Это во всем мире больше 80% всех шкурок это норка. Даже гораздо больше 80%. У нас есть наш исконно наш вид меха это соболь, есть лисица, есть песец, есть хворь. Чуть-чуть инотовидные собаки. Да, чуть-чуть инотовидные собаки. То есть, в общем-то, это все виды клеточных пушных зверей, которые разводятся у нас. Они же разводятся и в мире. Что же будет происходить с ценами? Потому что в конечном итоге все работают на покупателях. Себестоимость у нас, к сожалению, растет. Потому что просто даже из-за вот той логистики, которая сейчас изменилась, себестоимость растет. Но с другой стороны, есть рынок, которому вообще все равно, какая у тебя себестоимость. Вот рынок может покупать или не может покупать. И здесь находится всегда какой-то компромисс. Мы так думаем, что вот в нынешних экономических условиях мы не сможем продавать дорого. Китай, конечно, нас немножко, ну не немножко, а очень сильно повлиял на будем говорить само отношение к меху. Он подорвал как бы вот ценность меха тем, что вот это что это элитный товар, дорогой элитный. Да, что это шла дешевая продукция. И наш потребитель массовый, да, он как-то привык, что это, ну, там, норковая шуба, полушубок. Да, что он должен был, в общем-то, это как какая-то курточка стоить. И это очень сильно подорвало наш авторитет меховой. Вот что это мех, это должны носить, будем говорить, категория людей уже таких состоявшихся. Что это не каждодневное изделие, которое можно на это, что это все-таки сегмент, ну, как сейчас говорят, лакшери, да. И, может быть, вот сейчас, учитывая, что произошло такое сокращение производства самой шкурки в мире, и в том числе, как бы и у нас, даст, наверное, возможность нашей продукции вернуться вот в этот сегмент лакшери. И он вернется, что это статус, статусное изделие, как это всегда, есть определенные, ну, в определенных этой автомобилей, ну, что мне говорить, вы это все понимаете. И мы на это надеемся, что вот мы вернемся вот в эту категорию, и это нам немного, нам, может быть, поможет справиться с той вот этой экономической ситуацией, которая сегодня сложилась. Конечно, я Владимира Юрьевича поддерживаю здесь полностью, вот этот необоснованно низкий курс, он просто нас всех сегодня разорил, и мы ничего не можем поправить в этой ситуации, ничего. Это все будет зависеть от нашего правительства, какой курс они сейчас решат выбрать в этой ситуации. Но, если вот это так останется, это... Не только нам плохо, а всем импортерам. Ведь последнее время... Экспортерам. Экспортерам. Последние 10 лет нас государство ориентировало как работу на экспорт. И не только звероводы, но и многие водства сориентировали продажу своей продукции на экспорт. И правительство говорит о том, что экспорт сельхозпродукции увеличился в разы. И это в самом деле так. И сегодня вот эта работа, которую мы вложили, вот Михаил Абдулович сказал, мы же вложили огромные деньги в материально-техническую базу. И сегодня мы стоим перед выбором и что, и как дальше. И поэтому мы очень надеемся и на региональные правительства, потому что здесь из всех регионов были. И, конечно, на нашу центральную власть, на правительство, на Министерство сельского хозяйства, что этот вопрос, мы надеемся, будет все-таки разрешен как-то правильно, скажу так. А это площадка для того, чтобы еще раз обратиться и заявить о себе. Но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. И мне бы хотелось некоторые такие выводы сделать. Владимир Юрьевич, вот вы выслушали всех позицию, прекрасно все понимаете. вот прошла эта конференция. С каким все-таки вы настроением сейчас находите? В каком состоянии находитесь, чтобы более-менее закончить нашу программу на хорошей ноте? Вы знаете, мы вообще в принципе оптимисты. Оптимисты, да. Мы все оптимисты. и я смотрю, как наши зарубежные коллеги там чуть что раз сдулись, закрылись, поголовье ликвидировали. Ну, даже та же Польша, она до 9 миллионов производства доводила, а сейчас там ну, 3, около 3, 3, там может быть 3 с небольшим. Вот. И у них как-то так раз и все, и свернулись. в нашем характере, ну, те, которые остались, звероводы, это уже все. Мы как бы, да. Бейтесь до последнего. Да, 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 да. Мы уже все, за нами наскоро. Вот. И я думаю, что мы будем выживать до последнего, как сможем. Поэтому нет, так-то у нас все впечатления, все нормальные. И мысли нормальные. Мы сейчас вернемся каждый к себе в хозяйстве и продолжим нормально работать. Да, работа будет идти. Да, да. В плановом режиме. Поэтому мы же мы же колхозники. Вот. Мы занимаемся сельским хозяйством. В сельском хозяйстве никогда, нигде не было тяжело. Легко. Всегда было тяжело. В любом сенокос. Да. То засуха, то дождь зальет. Да, дойка, коров. Все всегда то высохло, то залило, то снег пошел, то наоборот нету снега. Всегда вымерзло. Да, вымерзло. Всегда были сложности. Ну, и мы их преодолевать, это уже у нас там в крови. Преодолевать сложности. Мы прошли девяностые годы, прошли двухтысячные годы, что мы теперь эти пройдем. Наши победят. Вот на этой ноте мы заканчиваем нашу программу. Большое было удовольствие с вами поговорить. Ну, наверное, встретимся в следующем году, как вы думаете? Постараемся. Спасибо вам, что вы пришли к нам. Даже не сомневаемся. Спасибо вам, что вы нас пригласили. А это была программа «Тема дня». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин